Есть вы, которая в ситуации, да, то есть она как-то реагирует. Есть муж, там, да, который тоже ругается, или там, не знаю, начальник, или ребенок, я не знаю, возьмите кого-то, да. И вот, значит, прямо сейчас, а вы просто смотрите, общаетесь со мной, как бы, да, и вот, значит, вы смотрите на себя. Вот, значит, посадили себя в конфликте на один стульчик. Угу. На втором стульчике сел ваш оппонент, ну, с кем, собственно говоря, конфликт. А третий стульчик, я потом вам скажу, кто это такой будет, просто он сейчас пускай будет пустым. Смотрите, как это работает, девушки, вот это главный, главный, главный принцип. Человек хочет нового взгляда от себя самой. И вот сейчас мы с вами этот взгляд как раз будем получать, да, потому что нам, к сожалению, сложно представить себя на месте другого человека. Здесь очень важно довериться просто процессу и научиться, вот, как бы, знаете, вот вы там посадили мужа, да, своего. Вот, когда вы переходите в мужа, вот вы прямо, вот, как, как, если бы это было возможно, вот становитесь им, понимаете. Вот вы, как бы, себя оставляете, а садитесь просто в мужа. Девушки, поверьте, это работает закон поля. Он для всех одинаковый работает. Люди у меня вскрывают семейные тайны, про которые не знали, понимаете, не знали. Они переходят в какого-то родственника, и тут открывается измена, умерший ребенок, какая-то история давно забытая. И когда они потом идут к родственникам и спрашивают, а те им говорят, откуда ты знаешь, откуда ты можешь это знать. В поле все это есть, понимаете. В поле есть, поэтому нам просто надо сейчас научиться этим пользоваться, да. Поэтому, знаете, это может казаться как-то странно, на самом деле нет. Итак, значит, вы сейчас идете, пересаживаетесь в себя. В себя, давайте. И вспоминайте ситуацию в себя. Просто что вы чувствовали, что вы говорили. Прям текст вспомните. Что вы хотели этим разговором. То есть зачем вы вообще участвуете в этом разговоре. Или завели этот разговор. То есть что вообще, как бы, какая вообще у вас здесь была цель. Вот ее очень важно понимать. Что вы чувствуете. Прям посидите там. Посмотрите отсюда на партнера. Какой он для вас? Вот если какой-то образ представить. Вот на кого он для вас похож? Он для вас волк серый, не знаю. Он какой-то вот агрессивный для вас. Он какой-то тревожный. Он вам друг. Он... от него тепло какое-то идет. Он какой-то... Доверять ему нельзя. Он что-то юлит. Вот посмотрите оттуда просто, как он для вас выглядит. Вот какой он. Там всегда парный образ возникает. Если я вот овечка, то он волк, наверное. Если я тут такая мать, то он, наверное, сын. То есть обычно эти образы, они как бы парные такие. Посидели, просто почувствовали, увидели себя. Ну, как бы, как я чувствую, увидели его. Пересели теперь в него. В мужа, в партнера, в ребенка, в маму, с кем вы работаете. Да, пересядьте. Все. Просто вот вы как пустая. Идете и садитесь. Вот и чувствуете просто этого партнера. Посидите там. Переход хода, да. Вдох-выдох. Вы теперь он. И почувствуйте, что здесь. Услышьте тот текст, который вот она вам говорит. Да? И почувствуйте, что здесь. Апатия, интерес, любовь. Обида какая-то, злость, равнодушие. Как она для вас выглядит? Кто она для вас здесь? Может быть, тетка с дубиной? Может быть, дружественная какая-то? Может быть, такая, на которую можно сесть и ножки повесить, да? Какая она здесь для вас? Вот как она выглядит? Вот когда она так себя проявляет, какая она для вас, да? Вот кем вы ее видите? Почувствуйте просто, да? И какой ответ рождается отсюда? Вот она вот это говорит, что хочется. Хочется послушать, хочется по голове ударить, хочется посопротивляться, хочется обидеть ее, хочется помочь. Что хочется, да? Вот что возникает, что возникает? А теперь третий стульчик девушки. Там сидит эксперт. Эксперт, вот такой вот, знаете, эксперт по коммуникации, по воспитанию, в зависимости от обстоятельств. Если это семейный конфликт, по семейным обстоятельствам, да? Если это по, там, детско-родительски, то, значит, по воспитанию детей. Если это переговоры, то какой-то переговорщик суперопытный. То есть там сидит эксперт, который вообще нейтрален к этому всему. Пересаживайтесь в эксперта. Третья позиция. Вот она похожа как раз на взгляд со стороны. Вы вообще сторонний человек, смотрите со стороны. Но вас интересует участница. У нее есть какая-то цель. Вспомните вашу цель, что вы там хотели. Понимание добиться, вот исполнение добиться. Просто поговорить, уйти от конфликта. То есть была какая-то цель. Посмотрите со стороны теперь на это. На что это похоже вообще? Что между ними происходит? Посмотрите, вот тут как раз включается голова. Если там больше ощущения, то здесь вот включается голова. Посмотрите, что вообще происходит. Как бы вы могли описать эту коммуникацию? Что это такое вообще? Если бы вы могли дать рекомендации ей, ну вот как бы той себе, которая на первом стульчике сидит, вашему клиенту, как бы самой себе. Что бы вы сказали? Прямо рекомендации. Более жестко себя вести. Вообще перестать об этом разговаривать. Подняться, встать, выйти. В письменной форме. Улыбнуться, плюнуть. Не знаю, все что угодно. Обнять, подойти. Посмотрите, что надо сделать, чтобы цель, больше шансов, что цель достигнется. Посмотрите, какое воздействие нужно со стороны. Вот вы вообще вот этих людей и не очень знаете. Просто они взаимодействуют и понимаете, что это неэффективно. Вот что тут надо подкрутить, чтобы цель была достигнута? То есть смотрите, мы сейчас получили рекомендации от эксперта. Для чего? Для того, чтобы сделать второй круг. Очень важно. Перед каждой коммуникацией мы определяем, что мы хотели в этом разговоре. Что я в него ввязалась, в этот разговор. Зачем мне этот разговор? Что я хочу? Что я хочу, понимаете? Это вообще самое главное. Потому что эксперт дает рекомендацию по цель. Первый стульчик, где вы, разрешите ей вот о себе услышать все, что сказал эксперт. Прямо скажите, я разрешаю тебе принять все рекомендации эксперта и принять все ресурсы для того, чтобы это исполнить. Прямо разрешите ей услышать, принять, понять, проявить весь свой потенциал в связи с этим. И теперь мы со стороны смотрим новое поведение. Смотрите. Представьте, что она это все приняла, активизировалась и новую реакцию дает. Сначала смотрим, как фильм такой, да? Смотрим, как теперь она действует. Что бы она сказала? Как бы она сказала? Сказала бы или нет? Посмотрите новую реакцию. Теперь дубль 2. Она более ресурсная. Она знает, что делает. Хоба! Смотрим фильм. Давайте посмотрите, какая там теперь обратная связь от партнера возникает, когда у нее, когда она вот так работает, так действует. Посмотрите, что партнер теперь. Что изменилось? Посмотрите просто новую реакцию, да? Представьте ее. Она должна измениться. Обычно, я там не знаю, где был страх, там больше уверенности. Где было очень жестко и сильно, смягчается реакция, да? Где стресс какой-то возникает, большее расслабление, да? То есть эффективность всегда повышается. А теперь, когда вы увидели, что нормальная коммуникация, что это на благо, вот теперь мы пересаживаемся на первый стульчик. И теперь мы изнутри это чувствуем, понимаете? Вот теперь мы присоединяемся к положительной реакции. Давайте. Пересели и почувствовали, как это быть женщиной, которая уже попрошла эту фазу, да? Как это быть партнерами? Как это вот видеть не пупса, а мужчину, да? Вот как это быть таким руководителем, да? И позволить подчиненному уволиться, потому что он себя ведет корректно. Почувствуйте, пожалуйста. Теперь вы сели и вот из первого лица, да, из себя ощущаете вот это новое ощущение, новую роль. Если все сделано правильно, то будет другая реакция в теле. Что это значит? Больше расслабленности, больше теплоты, больше гибкости, больше уверенности, больше спокойствия, улыбка может быть, да? Какое-то такое, ну, более ресурсное, комфортное состояние. Примите тогда вот этот образ в себя, скажите ему, я это, ты, 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 я принимаю тебя полностью, запомните его. Так, про что у нас была вторая часть работы с вами, да? Про технику, коммуникативный треугольник. Как нам с вами посмотреть глазами партнера, почувствовать партнера, да? И посмотреть со стороны, с позиции вот эксперта для того, чтобы найти правильное решение стратегичное с позиции себя, как себе улучшить жизнь. Тут очень важно именно пересадка, потому что внутри себя это сделать очень сложно даже специалистам, да? Поэтому, когда у вас какие-то вот такие конфликты, не очень понимаете, что происходит, да, ставьте стулья и сажайте. Вот я, вот он, вот эксперт, да, вот третья сторона. Это очень важно. Физически надо разделять эти части, и тогда получается хороший эффект. Прямо сейчас, под этим видео есть ссылка, переходите и скачивайте мою книгу, она бесплатная, книга «Отношения с мужчинами. Собери свои пазлы». Когда вы прочтете вот эту книгу, у вас соберется общая картина ваших отношений с мужчиной, и вам будет все ясно и понятно.